С 16 сентября сего года произошло дорожно-транспортное происшествие на Посадской улице. Водитель грузовика Пименов, заметив женщину, которая стояла на пешеходном переходе, затормозил, пропуская пешеходку. Гражданка Киреева, которой ни разу в жизни ни одна машина не уступала дорогу, продолжала стоять, ожидая, когда машина проедет. Пименов, убедившись, что женщина переходить не собирается, тронулся с места. Киреева, видя, что грузовик едет медленно, прикинула, что, как обычно, успеет проскочить и бросилась через дорогу. Водитель резко затормозил и сделал жест с рукой, мол, проходите, гражданочка. Киреева столковала жест с мыслью «проваливай, пока не переехал» и метнулась на тротуар обратно, дожидаясь, по ее словам, когда этот псих проедет. Водитель решил, что женщина странная и на всякий случай дал предупредительный гудок в воздух. Киреева решила, что он гудит, приняв ее за глухую. И покачала головой, мол, я не такая глухая, как кажется. Пименов расценил качание головой, как переходить отказываюсь. И кивнув, дал газ. Киреева решила, что кивком он дал понять, еду медленно, проскочишь. И побежала на перерез. Грузовик встал. Киреева остановилась. Не зная, с какой скоростью он поедет, без чего не рассчитать, с какой скоростью надо бежать. Пименов догадался, что женщина сумасшедшая. Дал задний ход и скрылся за углом, чтобы она успокоилась и перешла. Киреева разгадала этот маневр так. Водитель хочет разогнаться и выскочить на полном ходу. Поэтому переходить не стало. Когда Пименов через 20 минут выехал из-за угла, женщина стояла на тротуаре. Грузовик попятился, не зная, чего от нее ждать. Пименов, предчувствуя, что добром это не кончится, решил сделать крюки и проехать другой дорогой. Когда грузовик опять скрылся, Киреева, не зная, что этот тип задумал, в панике бросилась бежать проходными дворами с криками «Убивают! Спасите!». 19.20, но глубоко осадская бебеля, они вылетели навстречу друг другу. Пименов еле успел затормозить. Киреева еле успела перекреститься. Поняв, что не раздавив, грузовик не уедет. Она показала Пименову кукиш, мол, не раздавишь. Пименов расшифровал кукиш, как, мол, «Перейду только если проедешь» и рванул с места. Киреева сообразила, водителя пьян и будет давить на тротуаре, где могут пострадать незнакомые люди. Поэтому бросилась навстречу машине, решив принять удар на себя. Пименов дал задний ход. Киреева сделала то же самое. Так прошло два часа. Стало смеркаться. И тут до Пименова дошло. Тетку в детстве переехали. А он, очевидно, внешне похож на водителя, который ее давил. И чтобы она перестала бояться, Пименов натянул на лицо темные колготки, которые купил для жены. Вглядевшись, Киреева опознала в Пименове особо опасного преступника, которого давно разыскивает милиция. Она решила его обезвредить и метнула в машину бидон с квасом. Водитель резко вывернул в сторону и врезался фонарный стол, который, падая, придавил некого салова, которого действительно разыскивала милиция. Вот так, благодаря активным действиям граждан, был задержан особо опасный преступник.